Музыка Во внеочередной 34-й сессии Народного собрания Карачаева-Черкесии принял участие глава Республики Рашид Тимрезов. Парламентарии, приглашенные, заслушали доклад о проделанной работе Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике за 2016 год, который представил исполняющий обязанности министра Сергей Гаврилкин. Он сообщил, что оперативная обстановка в Республике в 2016 году была стабильна и характеризовалась снижением зарегистрированных преступлений более чем на 13%. Также отмечены снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений. Главным фактором снижения общей регистрации преступлений является уменьшение числа краж на 13%, мошенничество на 48%, преступления, связанных с незаконным оборотом оружия на 26%, а также преступления против личности, в том числе убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований. При этом число преступлений против личности за 2016 год стало самым низким за последние 5 лет. Мы сделали срез и хочу до вас довести, что в 2014 году зарегистрировано по данной тематике было 128 преступлений, а в 2016 уже 70. Отмечено значительное снижение регистрации разбоев и угонов. Их количество стало самым низким за последние 4 года. Все это свидетельствует о реальном оздоровлении оперативной обстановки на территории республики. Исполняющий обязанности министра отметил повышение показателей раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Также обозначил и те сферы деятельности правоохранителей, которые остаются наиболее проблемными. В их числе ситуация на дорогах, вождение в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил дорожного движения – основные причины ДТП. В завершении отчета докладчик поблагодарил главу Карачаева Черкесии и парламент республики за высокий уровень взаимодействия, который был достигнут в истекшем году, за плодотворную работу по поддержанию правопорядка и стабильности в республике. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, в свою очередь, подчеркнул, что именно взаимодействие между Министерством внутренних дел по Карачаево Черкесии, органами исполнительной, законодательной и муниципальной власти, с аппаратом полномочного представителя президента России в СКФО и другими структурами, говорит о том, что работа, которую министерство ведет, эффективна. Я вижу, как год с каждым годом меняется и отношение нашего населения к органам правопорядка, к Министерству внутренних дел, к органам безопасности. И всегда говорил, что для многих наших жителей власть начинается с участкового. И тот уровень доверия, который сегодня растет, говорит о той, на мой взгляд, да и на взгляд, как мне кажется, и парламента, эффективной работе нашего территориального органа Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике. И оценивая работу нашего МВД, Сергеевич, конечно, есть много вопросов, мы о них с вами каждый день говорим. Мы сейчас не будем, как говорится, в рабочую планерку или совещание это проводить, но у нас хватает и совместных координационных совещаний, и антитаристических комиссий, тех площадок, на которых мы это обсуждаем. Есть, конечно, куда стремиться, мы все эти болевые точки знаем, но в целом я считаю, что работа МВД, всех подразделений Министерства внутренних дел, лично я ее оцениваю как положительную. Поэтому на достигнутом не останавливайтесь и хочу пожелать вам успехов в дальнейшей работе. Депутаты парламента задали исполняющему обязанности министра вопросы, волнующие их электорат. Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Владимир Умалатов, в частности, поинтересовался, сколько из жителей республики, выехавших за пределы Российской Федерации и принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях, вернулось, и какая работа проводится с ними и их близкими родственниками по профилактике терроризма и экстремизма, и недопущению с их стороны совершения преступлений в республике. Хочу вас заверить, что мы отслеживаем судьбу каждого из этих лиц, буквально каждого, я отвечаю за каждое свое слово. Проводим соответствующие оперативные мероприятия и плотно работаем с так называемыми возвращенцами. Ситуация в данной сфере находится под нашим особым контролем. Депутат Александр Минасов задал вопрос по резонансному происшествию в городе Карачаевске со стрельбой на свадьбе в центре города. Он поинтересовался, установлены ли виновные, какое наказание они понесли и какие дополнительные меры принимаются с целью недопущения подобных правонарушений в дальнейшем. Возбуждено уголовное дело по статье 213. Это хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Оружие, из которого были проведены выстрелы, было изъято. И, согласно заключению эксперта, признано списанным, охлащённым, ну, если простым языком сказать, это оружие, которое имитирует выстрелы. Именно имитирует. И оно находится в свободном обращении, согласно законодательству. 5 апреля уголовное дело перенено для производства предварительного следствия в следственный отдел по городу Карачаевского следственного управления, следственного комитета, ввиду специального статуса подразливаемого. И хочу добавить, что в отношении водителей, там два водителя у нас тоже по видеоролику фигурирули, в настоящее время также составлены протоколы об административных пронарушениях, предусмотренные статьями 12.15 КОАП. Это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, и которые также в рамках закона будут наказаны. Председатель комитета по законодательству Владимир Умалатов поблагодарил за предоставленный отчет, отметил, что в нем отражены все основные показатели работы министерства. Проделана большая работа, положительные результаты есть. Это в том числе безопасность в наших городах и селах. Доверия к работе полиции все больше и больше, завершил Умалатов. По итогам обсуждения доклада парламентарии проголосовали за принятие отчета о работе МВД за 2016 год к сведению. Борьба с коррупцией на местах станет жестче. На 35-й сессии Народного собрания были представлены два нормативных акта, разработка которых инициирована главой республики. Комитет по экономической политике и бюджету внес в повестку сессии законопроект, вносящий изменения в статью 14 Республиканского закона об управлении государственной собственностью Карачаева-Черкесской республики. С пояснениями выступил начальник государственно-правового управления главой правительства Карачаева-Черкесии Александр Тлишев. Цель законопроекта – профилактика и предупреждение коррупционных нарушений в республиканских государственных предприятиях и учреждениях. Дело в том, что администрация и главы правительства по правительствам главы республики проводится проверка по продействию коррупции в органах государственной власти, подменственных учреждениях и предприятиях. И при изучении этой информации, полученной в ходе проверки, возник вопрос о том, что не всеми руководителями исполняется закон о продействии коррупции. Именно в той его части, где предусмотрено, что учреждения, предприятия, которые созданы для обеспечения полномочий органов сплавной власти, не соблюдают ограничения при приеме на работу в эти организации и учреждения, а также не всегда урегулируют ситуацию, при которой может возникнуть конфликт интересов. Разработчики закона предлагают наделить органы исполнительной власти Карачаева-Черкесии полномочиями по согласованию приема на работу заместителей руководителей, главных бухгалтеров, руководителей кадровых и юридических подразделений, подведомственных республиканских госпредприятий и учреждений. То есть руководитель организации обязан обратиться к отраслевому министру с просьбой согласовать назначение на ранее названной должности от лиц. При этом он обязан также указать, что отсутствуют ограничения, препятствующие назначению на эти должности, и также отсутствует ситуация, при которой может возникнуть конфликт интересов. Ну, либо, наоборот, сообщить, что такое возможно. В этом случае уже руководитель органов исполнительной власти принимает меры по регулированию конфликт интересов или исполняет ограничения, ну, скажем так, один из вариантов – отказывает согласование назначения на эти должности. Если руководитель органов исполнительной власти этого не делает, тогда, значит, он не принимает меры по регулированию конфликт интересов, к нему меры будет принимать глава республиканта. Эту меру, по словам разработчиков закона, с полным правом можно назвать нововведением. Так как, изучив законодательство целого ряда регионов, подобного решения ситуации не нашли. Парламент принял закон в двух чтениях. Муниципальные чиновники теперь будут отчитываться о своих доходах главе республики. Закон, устанавливающий такой порядок, также принят депутатами на минувшей сессии. Парламентарии в двух чтениях одобрили проект республиканского закона о порядке предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими отдельные муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы и проверки их полноты и достоверности. Нововведение такое, что теперь муниципальные чиновники, замещающие отдельные должности и должности муниципальной службы, они обязаны теперь сдавать свои сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов, несовершеннолетних людей, высшему должному лицу субъекту РФ, на котором возложено право проводить проверку достоверности и полноты приостановых сведений. А сам порядок, в соответствии с которым глава будет проводить эту работу, он должен быть установлен законом субъекта Российской Федерации. Именно поэтому подготовлен этот проект, и он сегодня принят. Что касается самой процедуры предоставления документов муниципальными чиновниками и лицами, претендующими на вышеназванные должности, то она, как и порядок проверки достоверности и полноты сведений, будет утверждена указом главы республики. Документ уже разрабатывается специалистами.